приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы продолжаем тему рецептовой средней азии или центральной азии кому как удобнее и приятнее и сегодня у нас тема азиатский сыр курт ну не азиатский а именно родом из средней азии курт для народов средней азии это просто жизненная необходимость сейчас объясню почему для нас же это прекрасная закуска на мой взгляд к пиву закуска просто идеальная мы сделаем несколько вариантов сыра курт сделаем просто чистый и сделаем допустим в базилике и в паприке три вида допустим давайте у нас будет почему необходимость для народов средней азии потому что у них нету просто физической возможности летом при жаре в 40 45 градусов тени нету физической возможности не приготовить сыр каким были каким бы то другим методом не сохранить его единственный вариант остается сушеный сыр курт делают его из козьего и из кобыльевого молока мы не пошли так далеко ограничились коровьим молоком и смотрите это цельная фермерская коровье молоко мы сделали из него просто квашу то есть не снимали не сливки ничего просто оставили при комнатной температуре в час квартир доме у нас жарко температура градусов 26 27 поэтому молоко превратилась просто квашу за сутки если температура пониже то возможно придется подождать и двое суток то есть мы должны получить фактически кисловолочный сгусток после этого снимем вот эти верхние сливки которые уже превратились сметану они у нас будут в качестве сметаны поэтому отсюда с молочка мы их снимаем в общем сейчас сниму сливки друзья и вернемся к вам далее нам надо вооружиться либо марлей сложены несколько слоев либо лучше всего орган за его такой вот тканью в общем орган за называется очень мелкая и перемешиваем наш кислячок часть сливок осталось баночках отбрасываем все это делом на марлю как же ниже в кастрюлю только опустит и лучше марлю подымить одна есть сейчас точно также закатки им вторую далее друзья освобождаем марлю от кастрюли главное не вывернуть весь будущий курт и болеют с первого дубля у нас не получилось снять потому что весь курт вывалился в кастрюлю поэтому аккуратненько снимаем со второго дубля вот таким вот образом нам надо этот мешочек связать отпусти я боюсь уже пошевелиться ай-яй-яй чуть-чуть отпусти кого отпустить узелочек припусти вот так вот в общем большое количество молока или маленькая марли одно из двух вот так вот друзья в марлечке его связываем и подвешиваем над раковиной на двое суток чтобы она стекала подержать здесь он он в течение двух суток будет стекать уплотняться и будет при комнатной температуре естественно и будет формироваться сырный сгусток подвесить сыр над мойкой у нас просто не ночь ну как бы нету такой возможности там нет никакого крепления чтобы его подвесить поэтому я использовал треногу от студийного освещения на следующий день сыр стек очень порядочно в кастрюле сейчас два с половиной литра светлой сыворотки и сыр достаточно уплотнился но еще очень мягкий то есть надо его чтобы он висел еще одни сутки как я и говорил весь процесс длится двое суток оставляем его еще на сутки то же самое при комнатной температуре он себе потихонечку скапывает сгусток уплотняется а завтра уже будем готовить непосредственно сыр через два дня курт достаточно обызвожился обызводился короче стек и можно приступать к активной фазе приготовления сырную массу которая у нас получилось отправляем в посудину в первую очередь нам надо будет ее засолить отдельно вычистим немножко сырной массы привык или плакмар ли все отсюда удалить теперь посолим сырную массу начну с 2 столовых ложек на вот наше количество сырной массы которые мы готовили из 6 литров молока и буду пробовать хорошенько это перемешаем по соли получилось то что надо приступим к формированию шариков вот такого где-то размера в описании написано но вот википедии когда я считал про курт или курут что должны быть следы следы рук вот именно принципиально лепится руками выкладываем наши шарики на подготовленный противень потому что дальше нам надо будет его сушить в первую очередь на люблю чистый курт который будет просто ну просто молочный без добавок вот таким вот образом конечно в оригинале курт сушится на солнце но есть два два вида сушится на солнце и сушится в тени но в азии в тени это 40 градусов плюс а на солнце это 50 60 градусов мы недавно испытали это на себе поэтому у нас такой температуры воссоздать так сказать нельзя и мы будем сушить его в духовке далее разделяю оставшуюся массу примерно на две части в одну вмешаю базилик и оставлю минут на пять на десять чтобы базилик немножко размок и хорошенько раскрылся далее из заправленной массы начинают точно также летит лепить наши куртики только уже с начинкой масса очень вкусная вот сейчас на вкус я попробовал реально очень вкусная и смотрите курт должен быть хорошо соленый должен быть хорошо соленый поэтому вот классно выбрали пропорцию соли хотя самой пропорции не знали делали на вкус то есть если вы готовите из 6 литров молока то две столовые ложки как раз самый раз соответственно если готовите из трех литров то одну столовую ложку на 3 литра получится такой вот нормальный правильный по солености курт так друзья сейчас налепим весь остальной и приступим к дальнейшему приготовлению готовый курт отправляем в духовку на просушку сушить будем при температуре 50 градусов ориентировочно в течение трех часов мы засекаем время и по окончании сушки точно скажем вам какое время у нас ушло сушкой получилось не все так просто как мы рассчитывали всего сыр сушился 14 часов получилось у нас не очень правильная форма должны быть шарики то есть но есть предположение что в процессе сушки надо было его еще раз раскатать вот у нас получились такие приплюснутые куртики но я уже попробовал друзья вкус мы воссоздали в точности значит как мы сушили один день сушили 7 часов при температуре 50 градусов с выключенной в конвекции на ночь сушку прекратили чтобы духовку не оставлять на ночь извлекли сыр в комнату и просто оставили его на ночь стоять прямо на противне на следующее утро опять поставили в духовку на сушку давайте разрежем посмотрим что у нас получилось то есть сыр курт вот у нас он получился средней засушенности в узбекистане в киргизии в таджикистане я пробовал разные курты вообще мягкие средней степени засушенности и засушенные до того что я боялся сломать зубы если честно когда их разгрызал в любом виде они прекрасная закуска пиву ну вот мне понравился такой средний не очень мягкий и не очень твердый сейчас покажу вам как это выглядит на разрезе и после этого продегустируем вот такие замечательные куртики у нас получились единственное что как видите немножко приплюснутые во всем остальном точно удалось повторить азиатский сыр курт ну что друзья попробуем сыр кровький он и должен такой быть то есть эти шарики ломаются вообще базе с ними делают разные вещи ну во первых их размачивают и готовить сузьму если они мягкие во вторых я слышал но не видел мне говорили на рынке из них готовят соусы и готовят то есть это необходимость как я уже говорил базе этот сыр это просто необходимость чтобы при высоких температурах сохранить молоко единственная возможность сохранить сыр с ними даже готовят супы но не знаю рецептов супов может где-то найду по вкусу вкус кисло-соленый причем хорошо кислый и хорошо соленый и вот тот который мы сделали без начинки но практически идеально мы повторили мы только только недавно приехали две недели как из узбекистана этом объедал с этим куртом потому что он мне очень нравится практически идеально повторили вкус теперь мне интересно с паприкой из базилика потому что с паприка это уже наше изобретение а с базилика мы покупали на рынке в ташкенте единственное что там было черным базиликом а мы сделали не знаю как правильно базилик или базилик в общем мы сделали зеленым суперски просто суперски сочетание вообще базилик и кисло-соленый сыр напишите в комментариях как правильно базилик или базилик не ругайтесь за то что неправильно говорю и наконец паприка сейчас мне пришла идея надо было сделать еще с острым перцем так как эти сыры в первую очередь мы готовим как закуску к пиву вот закуска к пиву это просто идеально но так как закуска на стол тоже прикольно к любому застолью с паприкой тоже очень интересный вкус немножко немножко эта тема если вы смотрите наш канал напоминает мне бельберк ноли который мы недавно готовили европейский сыр в обсыпке из черного перца тоже сыр потрясный он стал у нас повседневным то есть мы он настолько нам понравился что мы его начали готовить постоянно теперь будем постоянно готовить и курт мы с ларисой любители там вечером взять бутылочку домашнего вина нарезать себе сырную тарелку и таким образом поужинать вот этот вот курт или курут теперь будет неотъемлемой частью таких винных ужинов друзья с удовольствием вам представляем среднеазиатский сыр курт или курут рецепт мы проверили причем этот рецепт мы создавали сами без всяких рецептур мы пообщались с узбеками пообщались с таджиками нам немножко рассказали хозяйки на рынках как они его делают и мы с первого раза попали в точку поэтому пробуйте сам сырок то есть это не бутербродный сыр чтобы вы понимали это не сыр ломтевой это именно закусочный сыр он может быть либо составе сырной тарелки либо как самостоятельная закуска к пиву допустим либо в составе сырной тарелки как закуска к вину очень хорошо кисло соленый вкус на мой взгляд будет сочетаться с персиками с какими-нибудь сладкими фруктами наверное а с виноградом кстати с виноградом тоже очень круто мы с виноградом пробовали в узбекистане пробуйте делать если есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях на все комментарии мы с ларисой отвечаем и естественно дорогие друзья подписывайтесь на канал делитесь нашим видео а мы с ларисой так сказать в строю после нашей долгой поездки и готовим для вас много интересных новых рецептов в том числе сыробы колбас всего доброго пока